Цена на хлеб снизится, но не раньше, чем к концу следующей недели. Чем кормят подрастающие поколения? Депутаты окружного собрания оценили новую систему организации питания в школах. Состояние пациентов из Каратайки стабильное. Домой они смогут вернуться ориентировочно в 20-х числах января. Здравствуйте с главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Снизить цены на хлеб. Такие рекомендации руководству Наринмарского хлебозавода на совещании дал вице-губернатор Олег Белак. Напомню, цены на хлеб в основных сортов, выпускаемые хлебозаводом, в начале этого года поднялись сразу на 55%. При том, что на данную продукцию предусмотрены дотации из окружного бюджета. Как отметил вице-губернатор, финансирование на 2017 год по основным сортам хлеба остается на уровне прошлого года. Согласно новому порядку, изменились лишь условия предоставления поддержки. Так, для основного городского производителя хлеба с нынешнего года увеличилась максимально допустимая цена реализации. Руководство хлебокомбината этой возможностью решило воспользоваться с начала года. По словам Олега Белака, была указана лишь максимально допустимая цена, но она не была определена как таковая. Он добавил, что к ценообразованию необходим разумный подход. Производственники, в свою очередь, сослались на то, что цены на сырье выросли почти в два раза. По их словам, даже с учетом повышения цен на продукцию, пшеничный и дарницкий хлеб в настоящее время стоят в Наринмаре столько же, сколько, к примеру, в Калуге и Санкт-Петербурге. По итогам совещания с производственниками, стороны договорились снизить цены к концу следующей недели. Пока руководство хлебокомбината произведет подсчет и уже 20 января подготовит соответствующий внутренний приказ. Добавлю, что округ субсидирует семь основных сортов хлеба – ржаной, пшеничный, высшего, первого и второго сортов, ржано-пшеничный и дарницкий, окский и украинский. В среднем себестоимость составляет 98 рублей за один килограмм хлеба основных сортов. С начала 2017 года в школах региона начали действовать новые правила в организации питания детей. Напомню, с 1 января в закон об образовании в Ненецком округе внесены поправки. Если раньше за счет окружного бюджета питались абсолютно все школьники, то с января текущего года число льготников заметно уменьшилось. Сегодня в школьных столовых часть детей питается полностью бесплатно, еще часть платит за горячие обеды 50% от стоимости, а кто-то и вовсе отказался от услуг местных поваров. Чтобы оценить новую систему организации питания в школах, депутаты регионального парламента отправились в городские школы. Вместе с ними и наша съемочная группа. Стюбашку скушала. Она тебе понравилась? Да. Вкусно кормят? Да. А каждый день вкусно кормят? Да. А что больше всего тебе нравится? Гречневая каша. От гречневой каши в тарелке пятиклассницы Вики не осталось и следа. А еще на очереди банан, хлеб с маслом и какао. Совместно с родителями девочка приняла решение питаться на условиях частичной родительской платы, то есть 50% от стоимости. Сегодня она составляет 97 рублей в городе и поселке Искателей и 107 рублей в поселениях региона. Таким образом, плата за питание в месяц в среднем для родителей Виктории составит 970 рублей. Школьница признается, так не только удобно, но и вкусно. Совсем другое мнение у четвероклассницы Алисы. Она самостоятельно и со всей ответственностью приняла решение приносить еду с собой в ланчбоксе. Для многих такой вариант является самым оптимальным, ведь каждый ребенок индивидуален. И не каждому по душе то, что предлагает школьное столовое. Я здесь не люблю еду, я больше люблю свою, нашу домашнюю. Еще один вариант питаться самостоятельно выбрал семиклассник сметанин Артем. На него такие перемены в школьной столовой повлияли очень благоприятно. Раньше школьник вообще ничего не кушал. Сейчас хоть и отдельно от всего класса, но все же покупает еду. И по его мнению, очень даже полезную. Мальчик старается придерживаться правильного питания. Что в твоем понимании правильного питания? Вот это. Но пицца же не совсем правильное питание. Захотелось просто, да? Да. Один день можно попробовать. По мнению заместителя председателя собрания депутатов Татьяны Бадьян, внедрение нового подхода к организации школьного питания – процесс очень серьезный и длительный. Но уже после первой проверки и общения с директорами впечатления только положительные. Мы полностью разделяем киновые условия, в которых работают на сегодняшний день наши педагогические организации. И сразу же у меня очень хорошее впечатление. Я очень благодарна, прежде всего, руководителям школ, которые отнеслись к этой проблеме очень серьезно. На серьезном отношении к нововведениям директор пятой школы Наталья Чалова не остановилась и отважилась идти в ногу со временем. Совместно со Сбербанком и Департаментом образования, культуры и спорта руководитель приняла решение запустить пилотный проект «Ладошки», где для оплаты необходимо ввести сумму и просто поднести ладонь к сенсору. Он считает индивидуальный рисунок капилляров ладони, а специальная оптическая система, интегрированная в сенсор, идентифицирует плательщика. После этого сумма автоматически спишется с его счета. Два таких терминала поступят на баланс школы уже завтра. Мы планируем делать так. Сначала мы задействуем в этой программе, только в этом эксперименте, в этом пилотном проекте, только ребят, которые пытаются за свой счет и, скорее всего, старшеклассники, потому что старшие классы дети 9, 10, 11 класс и 8 класс. Они сами научились бы пользоваться этими приборами, аппаратами, терминалами и потом были бы такими тьютерами для того, чтобы научить всех остальных. И пусть все нововведения пугают и кажутся космическими, возможно, в самом ближайшем будущем этот проект наберет обороты. Ведь самое важное преимущество – ладошку невозможно потерять или забыть дома, в отличие от наличных денег или карты. А еще больше – не нужно беспокоиться, что денег не хватит. Родители могут почти мгновенно пополнить лицевой счет со своей зарплатной карты в интернет-банке. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Состояние пациентов из Каратайки стабильное. Об этом рассказал главный врач Ненинской окружной больницы Андрей Дедов. На днях у 20 детей и одного взрослого возьмут контрольные пробы анализов, на основе которых будет принято решение о выписке. Ориентировочно специальный рейс в Каратайку с пассажирами из Ненинской окружной больницы на борту запланирован на 21 января. Тем временем в школе поселка Каратайка приступили к занятиям. Перед учебным годом в помещениях провели санитарную обработку. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу на месте взяли необходимые пробы для выявления источника заражения сальмонеллезом. Напомню, 6 и 8 января в Ненинскую окружную больницу были доставлены 20 детей и один взрослый из Каратайки. Причиной срочной госпитализации стало острое отравление. По предварительной версии, инфекция была занесена в кафе Каратайского потребительского общества, где питались дети в каникулярное время. В Ненинской окружной больнице большинству пациентов был поставлен диагноз сальмонеллез. Результаты экспертизы Роспотребнадзора будут известны в начале февраля. В России грядут изменения в пенсионной системе. Минфин России предложил устанавливать размеры пенсии по принципу нуждаемости. Ушла из дома и не вернулась. Полиция Ненинского округа разыскивает жительницу поселка Красное Эльзу Корзову. В России грядут изменения в пенсионной системе. Минфин России предложил устанавливать размеры пенсии по принципу нуждаемости. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуана в ходе Гайдаровского форума. В замену нынешней накопительной системы придет система индивидуальных пенсионных накоплений. Если мы примем более справедливую стратегию совершенствования пенсионной системы, то она будет предусматривать большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньшие тем, кто в них меньше нуждается, подчеркнул Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме. По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход он назвал маневром внутри бюджета. В основу новой пенсионной концепции лягут критерии нуждаемости. Каким образом будут определять степень нуждаемости каждого отдельно взятого пенсионера, Силуанов не уточнил. Однако уже сегодня среди простых людей звучит мнение как о справедливости, так и несправедливости такого подхода в определении размера пенсии. Не знаю, как они будут это все высчитывать, кто нуждается, кто не нуждается, из какой, не знаю, вот это, я не знаю, как там. А я думаю, что должны пенсии, заработал человек пенсию, должен платить ему пенсию. Мне кажется, это никто не согласится с этим. Никто. Скажут, а почему? Ей дадут, а мне нет. Мне кажется, нет. То есть вы за справедливость за такое? Да. Что заработано, то надо им получить. Может быть, кто приходил к этому решению, может быть, они как-то справедливо разрешили эти вопросы, может быть, оно к улучшению какому-то, возможно. Но пока... Вот лично, когда я с этим познакомлюсь, прочитаю, вот, тогда серьезно углублюсь. А пока не знаю, не могу ответить вам точно. Но мне кажется, что это правильное решение. Они просто как это сделают? Такой вопрос интересует. А как они сделают, как они могут сказать, мне хватает этой пенсии или не хватает, я обойдусь теми деньгами или не обойдусь? Странно вообще. Определение размера пенсии по принципу нуждаемости – это не единственное нововведение, которое готовит Минфин. Совместно с Центробанком министерство разработало новую концепцию индивидуального пенсионного капитала, которое призвано заменить накопительные взносы в действующей системе обязательного пенсионного страхования. Так что же представляет собой новая концепция индивидуального пенсионного капитала? Во-первых, ликвидируется нынешняя накопительная система, но сохраняется ставка обязательного платежа в Пенсионный фонд России в 22%. Кроме этого, по желанию будущего пенсионера, работодатели обязаны будут перечислять напрямую в негосударственные пенсионные фонды, минуя Пенсионный фонд России, взносы в размере от 0 на 6% от заработка на формирование пенсионного капитала. Это позволит отменить собственность Пенсионного фонда России на средства пенсионных накоплений граждан и превратить в собственность граждан не только будущее отчисление в пенсионный капитал, но и пенсионное накопление, сформированное с 2004 года. Грядущие изменения в пенсионной системе России станут очередными за последние несколько лет. Замедление экономики и старение населения вынуждают почти весь мир реформировать свои пенсионные системы, чтобы сохранить и повысить их устойчивость. Рост доли пенсионеров повышает нагрузку на пенсионные системы, и в основном меры направлены на сокращение расходов на пенсии и на параметрические реформы. Например, Чехия и Финляндия сократили индексацию. Франция изменила ее порядок, а Греция и Бельгия заморозили. Словакия с 2017 года призывает индексацию к инфляции, раньше к темпам инфляции и роста зарплат. Такие же правила действуют в Швеции, Финляндии, Португалии и Германии. В Турции индексация зависит от темпов ВВП. Люксембург будет индексировать пенсии, только если пенсионные доходы превысят расходы. Какими бы ни были пенсионные нововведения в России, главное, чтобы не были ущемлены права пенсионеров, уверен депутат окружного собрания Александр Саблин. В Минфине надеются на вступление в силу закона о системе индивидуального пенсионного капитала не позднее 1 января 2019 года. С большей долей вероятности документ будет принят к концу года. Полиция Ненецкого округа разыскивает жительницу поселка Красное Эльзу Корзову. В период с 31 декабря по 1 января текущего года женщина ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По информации регионального МВД, гражданка Корзова Эльза Николаевна 1981 года рождения проживает в поселке Красное. Приметы пропавшей. Рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, лицо круглое, глаза большие, на вид около 35 лет. Была одета в пальто баллоневое серого цвета с капюшоном, на котором расположен мех, свитер, на вороте которого имелась новогодняя мишура, джинсы синего цвета, сапоги черные по щиколотку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 02-421-26-8-999-090-3991. На Ринмаре подвели итоги конкурса «Золотое перо НАУ-2016». Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Средств массовой информации» приурочили к празднованию Дня российской печати. Старый Новый год на льду. В Ледовом дворце труд прошел традиционный бал «Маскарад». На Ринмаре подвели итоги конкурса «Золотое перо НАУ-2016». Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Средств массовой информации» приурочили к празднованию Дня российской печати. В этом году на суд жюри было представлено более 90 материалов. Какие из них были посвящены самым актуальным темам и проблемам, расскажет Валентина Чибичек. Первый ненецкий художник – исследователь, картограф родного края, президент Новой Земли. Как только не называли Илью Константиновича Вылка, но в истории он так и остался – Тыковылкой. В 2016 году ненецкий округ отмечал 130-летие со дня его рождения и один из подарков к юбилею – фильм Андрея Чуклина «Моя земля». Картина рассказывает о том, как снимался фильм «Великий самоед». Автор собрал воспоминания тех, кто создавал художественный фильм. В их числе режиссер Аркадий Гордон, оператор Анатолий Иванов, актеры Нуржуман Ихтымбаев, Расул Укачин и Татьяна Ташкова. Также в фильме звучат рассказы жителей ненецкого округа, которым довелось принять участие в съемках Мосфильма. Фильм Андрея Чуклина заслуженно победил в номинации «Лучший творческий проект. Региональный аспект». Здесь я считаю, что этой наградой достоин весь коллектив ненецкой телерадиокомпании, которая в силах делать очень большие проекты на достойном уровне. Ненецкая телерадио-овещательная компания завоевала еще один приз в ежегодном конкурсе журналистов. Программа под названием «Есть вопросы» Марии Владимировой стала победителем среди материалов на тему «Качество жизни». Выпуск был посвящен компьютерной зависимости. Когда готовили эту программу, администраторы искали гостей. И так получилось, что один гость шел к нам как медик. Оказалось, что у него дочка страдала компьютерной зависимостью. А один герой был у нас, молодой человек, и он в ходе программы признался, что у него была компьютерная зависимость. То есть звезды сошлись так, что сами те люди, непосредственно страдавшие этой болезнью, от первого лица нам рассказали, как это страшно, как они с этим боролись. Прошедший год в Ненецком округе проходил под агидой Года народного единства. Поэтому одну из центральных в конкурсе стала одноименная номинация. Лучшим материалом на заданную тему признана статья «Звезда по имени Солнце Ирины Захарьиной». В своей работе автор рассказала, почему она любит и гордится своим городом. В этот день журналисту Ньярия Навиндер посчастливилась выйти на сцену дважды. Ирина Захарьина стала победителем и в номинации «Репортаж король журналистики». Статья «Сломанный каблук». К счастью, посвящена мастеру-сапожнику. Мне нравится писать о людях, как художник рисует портреты. Мне кажется, так журналист, который пишет очерки, он рассказывает о человеке. И когда читает читатель, он как будто сам познакомился с этим человеком. Мне всегда хочется этого добиться, чтобы читатель познакомился с героем, побивал у него в гостях. В этом году участие в конкурсе «Золотое перо» принял 31 представитель региональных СМИ. На рассмотрение конкурсной комиссии они представили 91 материал. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Снегурочки, Дед Морозы, Снеговики, Буратино и другие сказочные герои собрались на одной площадке в Ледовом дворце труд. Там прошел традиционный бал «Маскарад». Всего массовым катанием Старый Новый год отметили более 300 жителей и гостей Наредмара. Самому маленькому ледовому герою было 3 года, а старшему – за 60. Как и раньше, пропуском на ледовую арену стал маскарадный костюм и, конечно, коньки. Кстати, они предоставлялись для всех желающих бесплатно. Кроме того, на балу можно было согреться горячим чаем и кофе, приобрести кондитерские изделия. Также для гостей праздника была организована игровая и творческая программа, которую подготовили сотрудники Дворца культуры Арктика. Такова была информационная картина этого дня. Напомню, увидеть наши новости можно и на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...